Про нормальный сон и покой жители улицы Кирпичной уже давно забыли. Причина тому – круглосуточно работающая мельница. Дом пенсионерки Марии Владимировны находится по соседству с ней. С мукомольным предприятием даже забор общий, говорит она. У нее во дворе работу мельницы не только слышно, но и видно. Я не могу, у меня голова болит. У меня температура поднялась. Я всю ночь не сплю, все время гудит. Туда пель идет. Я форточку открыть не могу. Везде все засыпала мукой. Тряпки я не могу повешать, потому что все идет мука. Прям вот мука на зубах она. Мы вчера по-хорошему пришли попросить вечером, чтобы хотя бы на ночь выключали. Они ведь работают круглые сутки, в несколько смен. Я не знаю, сколько у них смен. Они просто не открыли. Просто нас выгнал. Каждый день на предприятие приезжают грузовые машины и разбитые дороги. Еще одно негативное последствие соседства мукомольного комбината, утверждают жители улицы Кирпичной. Как оказалось, работа этого предприятия, санэпидемслужба Шевченковского района была остановлена еще год назад. Почему она заработала снова, остается неизвестным. О работе мельницы главный санитарный врач Шевченковского района Николай Линник узнал только сегодня. И пообещал, что уже завтра предприятие остановит. До тех пор, пока хозяин комбината не предоставит санэпидемслужбе, документы, где и будут указаны все мероприятия по снижению шума от мельниц. Предприятие самовольно пытается вырабатывать продукцию. На сегодняшний день работа предприятия запрещена. Предприятием не разработана нормативно-техническая документация на ввод предприятия в эксплуатацию. Кстати, предприятия такого профиля должны располагаться на расстоянии не менее 50 метров от жилых домов, отметил в телефоне беседе главный санитарный врач области Анатолий Севальнев. А вот представитель мукомольного комбината отказался давать комментарии нашей съемочной группе. Мол, с разрешительными документами у них все в порядке. Жители улицы Кирпичной, в свою очередь, настроены решительно. По их словам, они намерены пройти все инстанции, чтобы обеспечить себе спокойную жизнь.